Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей недельной главе «К душим» есть очень-очень важный урок для каждого из нас. Написано в Торе так «Будьте святы, я Бог ваш! Шабаты мои соблюдайте, уважайте родителей, я Бог ваш! Идолам не поклоняйтесь, я Бог ваш!» Почему Тора так странно пишет? Почему нельзя сказать сразу все три вещи, а потом добавить «я Бог ваш!» Скажи «Будь святой, родители уважай, субботы соблюдай, идолам не поклоняйся, я Бог ваш!» Почему ты каждый раз Всевышний в Торе говоришь «Будьте святы, я Бог ваш! Родители уважайте, субботы соблюдайте, я Бог ваш!» Идолам не поклоняйтесь, я Бог ваш! Зачем ты это говоришь три раза? Скажи один раз, так же практичнее? Отвечают нам наши мудрецы. Здесь Всевышний говорит огромную-огромную вещь. Очень часто мы думаем, что Бог находится только со святыми людьми, которые там постятся, молятся, самые-самые святые. А мы простые люди, которые иногда грешим, и мы не такие святые, и нам бывает тяжело служить Всевышнему, мы не можем ему молиться, много учить Тору. Нам Всевышний уделяет меньше внимания. Говорит нам Тора «Будьте святы, я Бог ваш! Если ты достиг уровня святости, ты праведник, я с тобой, ты большой молодец!» Если нет, и ты только соблюдаешь в субботу и уважаешь родителей, я Бог ваш, знай, я с тобой буду всегда, ты не самый святой, но у тебя в кармане субботы уважения родителей, я с тобой, я твой Бог, я тебя люблю. Если даже этого нет, но хотя бы идолам не поклоняйся, огню, звездам, солнцу, и если ты сможешь держать хотя бы этот минимум, я Бог твой, я тебя люблю. Мы все должны знать, что есть специальный ангел Ецарара. Этот ангел, его задача мешает нам служить Богу. Его главное оружие – это депрессия. Говорит нам «Ты не сможешь! Что, ты хочешь пойти помолиться сейчас? Вспомни, что ты делал вчера! Где ты, и где Бог, и где твоя молитва? Ты никому не нужен!» Отчаяние, депрессия – это главное оружие Ецарара. Говорит нам Тора «Не слушайте его! Если ты святой, я Бог твой! Если ты соблюдаешь шаббат и уважаешь родителей, я Бог твой! Если даже у тебя есть самый-самый минимум, что ты не поклоняешься идолам, я Бог твой, Всевышний тебя любит, и ему важно-важно отношение с тобой. Это очень важный урок. Спасибо огромное за внимание. Мы должны всегда помнить, что Бог нас очень сильно любит, и нельзя слушать Ецарара, который говорит, что нет, 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 не нужно слушать. Служит ты, грешник! Бог всегда нас ждет, и всегда все ворота и двери всегда открыты.